Удовольствие не только от еды. Жители домов в районе детского сада «Радуга» теперь будут радовать красивые пейзажи. В преддверии зимы в центре города высадили ели, лиственницы и березы. Деревья и грунт отбирали самым тщательным образом. По специальной технологии проводили и высаживание деревьев. За процессом наблюдала наш корреспондент Валентина Чибичек. У меня вон две лопаты до ведерка. Ну, я тут помогаю, ну, деревья сажу. 59 саженцев, 4 камаза грунта и желание украсить город. Этого вполне достаточно, чтобы неблагоустроенных кварталов Нарьенмара стало на один меньше. На озеленение территории перед детским садом «Радуга» вышли жители квартала, сотрудники городской администрации и предприятия «Чистый город». Для этого участка конкретно было использовано 59 деревьев, которые мы брали из территории наших лесов. То есть определенные зоны, которые можно брать, разрешают нам определенные организации, все согласовано. Грунт завозился у нас также местный. Чтобы деревья прижились, сажать их надо по науке, говорят специалисты по благоустройству. Во-первых, саженец выкапывают с корнем и сохраняют родной грунт. Во-вторых, садить куст необходимо на определенную глубину и с корневой лункой. Для защиты от ветра используются колышки. Пока деревце не укоренилось, они помогут ему принять вертикальное направление роста. Шансы, что деревья приживутся, довольно высоки. Все саженцы и грунт местные. Убрали мы его с территории гидронамыва, то есть территории, которая будет намываться под строительство. То есть, в принципе, там он как бы не нужен. А мы его использовали с толком. Теперь ели, лиственницы и березы, которые могли быть попросту затоплены, красуются в центре города. План озеленения участка тщательно продуман. Деревья рассажены не только на определенном расстоянии друг от друга, но и так, чтобы сочетались между собой по цвету. Зеленые ели чередуются с желтыми лиственницами, а березы, высаженные вдоль дороги, будут красиво смотреться на фоне дома из красного кирпича. Периметр детской площадки украсит живая изгородь из шиповника. Красные плоды будут радовать жителей квартала в осенние месяцы. В целом, муниципальное предприятие «Чистый город» заготовило более 600 саженцев. Они поселятся во дворах многоэтажек, детских садов, школ и организаций города. Планов по городу, таких вот лысых, пустых участков, очень много. Управление строительства ЖКХ разработало эти планы, и мы готовы озеленять не только этот двор. Этот двор почему? Он универсальный, он еще и с детской площадкой. Мало того, что он весь по периметру лысый, 10 лет уже стоит, а с другой стороны, здесь детская площадка, которую хотелось бы закрыть от дороги. Поэтому зелень, она в городе необходима. Попробуйте мысленно убрать все зеленое, что есть в городе. Это будет какой-то горлем и каменный мешок. Сажать деревья в Заполярье можно до самых заморозков. Специалисты отмечают, при поздней посадке растения лучше переживут зиму и вовремя зацветут. Валентина Чебичик, Владислав Носкин, Телеканал Север.